Антон Чехов А что так сидеть? Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену-лошадь. «Вы это из церкви?» – спросил он. «Из церкви». «А меня праздник в дороге застал, не привел Бог доехать. Сейчас сеть буду ехать, а мочи нет. Вы бы православные дали мне, проезжему, священной пасочки, разговеться». «Пасочки?» – спросил Торчаков. «Оно можно?» – «Ничего. Постой, сейчас». Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал. «Нет у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то не рука, всю паску испортишь. Вот задача. Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?» Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом. «Вот еще что вы думали, – сердито сказала жена Торчакова. Не дам я тебе паску кромсать, с какими глазами я ее домой порезанную повезу. И видно ли дело в степи разговляться? Поезжай на деревню к мужикам, да там и разговляйся». Жена взяла из рук мужику лечь, завернутый в белую салфетку и сказала. «Не дам. Надо порядок знать. Это не булка, а священная пасха. И грех ее без толку кромсать». «Ну, казак, не прогневайся, – сказал Торчаков и засмеялся. – Не велит жена. Прощай, путь дорога». Прощай, путь дорога. 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 Продолжение следует...